За 3 года на ютубе я успел сделать обзоры на 42 объектива. Посмотрим, каким выводом я пришел, какие закономерности нашел и как эта информация поможет вам лучше разбираться в объективах. Поехали! Из 42 объективов, которые я обозревал, 10 были аноморфотными, так что про них я сделал отдельный большой ролик. Ссылку оставлю в описании. А сегодня мы поговорим про классические сферические объективы. Итак, фиксы против зум-объективов. Универсальность против цветосилы и более резкой картинки. Думаю, здесь все всем и так понятно. Снимаете репортажку или хотите всего один объектив для всего и вся, берете зум. На рынке отличных предложений как под кроп, так и под полный кадр за совершенно разный бюджет великое множество. Но я все же предпочитаю фиксы. Люблю, знаете ли, ножками подходить вместо зумирования, плюс в боке, резкость, цветосила. Это все манит меня куда больше универсальностей, но тут все очень индивидуально. Лезть в дебри этого противостояния мы не будем. Поговорим лучше про характеристики объективов и начнем с дисторсии. Среди 32 неаноморфотных объективов, на которые я успел сделать обзоры, лишь у нескольких экземпляров дисторсия может вызывать реальные проблемы. Но в большинстве случаев, в реальных условиях, вы вряд ли заметите эти искажения. Исключением может стать разве что съемка архитектуры или интерьерная съемка. Так что особо сильно по поводу дисторсии я бы не переживал, а те, кому нужна идеальная геометрия в кадре, могут обратить на нее особое внимание. К сожалению, в угоду компактности на многих современных объективах производители предпочитают оставлять сильную дисторсию и полагаются на внутрикамерные коррекции. Но как только вы захотите поснимать в RAW, особенно в видео, то геморроя изрядно прибавится. А вот с винетированием ситуация чуть сложнее. У многих объективов на открытой диафрагме винетка довольно сильная и пропадает только если прикрыть диафрагму на 1-2 стопа, а иногда и на 3. Причем при использовании матричной стабилизации в режиме Active на открытых диафрагмах вы буквально видите, как винетка двигается вместе с кадром. И исправить это на посте становится ну очень сложно. В целом я люблю накладывать винетку на посте, но только осознанно, чтобы привлечь внимание зрителя к важному в кадре. Кстати, про стопы света. Важно понимать, что каждый стоп вдвое уменьшает или увеличивает количество поступающего света на матрицу. Таким образом, F1,4 будет вдвое светлее, чем F2, а F2 вдвое светлее, чем F2,8 и так далее. F4, 5,6, F8. То же касается и выдержки. 1,02 вдвое темнее, чем 1,01, а 1,01 вдвое темнее, чем 1,50. И про ISO та же схема. ISO 100 вдвое темнее, чем ISO 200 и так далее. По умолчанию все эти настройки имеют ход в треть стопа, то есть три щелчка колесиком диафрагмы это один стоп света. Скажем, прикроем диафрагму с F2 на 2,2, 2,5 и 2,8. И сделаем картинку на один стоп темнее. И если мы хотим сохранить ту же яркость картинки, то можем добавить ISO с сотни до 200. С промежуточными значениями 125 и 160. И еще важно понимать, что значение F-стоп это примерное относительное значение, которое отражает фокусное расстояние, разделенное на диаметр входного отверстия или entrance pupil по-английски. То есть значение F-стоп показывает относительное количество света, которое попадает на матрицу. А вот значение T-стоп, которое используется в основном в кинообъективах, показывает точное значение. Поэтому два объектива с, казалось бы, идентичной диафрагмой F1 и F4 могут давать при одинаковых настройках камеры разную экспозицию. Но, прямо скажем, эта разница не очень велика. Не зря мы заговорили про стопы света и про закрытие диафрагмы, потому что она напрямую влияет на резкость и зачастую контрастность изображения. Как правило, на открытых диафрагмах контраст ниже, особенно у бюджетных объективов. Также и резкость далека от оптимальной. И если по центру кадра она обычно неплохая, то вот резкие углы кадра на открытых диафрагмах это большая редкость и встречаются только у довольно дорогих, как правило, крупногабаритных объективов. Например, 50 мм F1.2 G-Master или 24-70 F2.8 G-Master второго поколения. Зато если мы прикрываем диафрагму хотя бы на один полный стоп, скажем с F2 до 2.8, то у большинства объективов резкость и контраст по центру сильно улучшаются. А если прикроем на два полных стопа, то даже самые бюджетные объективы в углах кадров начинают выдавать приемлемые результаты. Но не стоит перебарщивать с закрытием диафрагмы, потому что рано или поздно вы столкнетесь с эффектом дифракции света. Картинка начнет терять разрешение и становится более мыльной по всему полю кадра. Причем, чем более высоко мегапиксельная и чем более маленькая по площади матрица, тем быстрее этот эффект проявляется. Скажем, на Sony A7S III с 12 мегапикселями полнокадровой матрицей на большинстве объективов дифракция света появляется на значениях в районе F16 и выше, F22 и так далее. А вот на кроп-камере с матрицей 24 мегапикселя типа Sony A6300 дифракция может появиться уже на F11. Кстати, очень важно помнить, что прикрывать диафрагму при съемке на минимальной дистанции фокусировки это очень хорошая затея. Практически у всех объективов, за редким исключением, качество изображения на открытой диафрагме при минимальной дистанции фокусировки сильно страдает. Сниженный контраст, плохая резкость и избыточная мыльность картинки. Так что на минимальной дистанции фокусировки я рекомендую всегда прикрывать на 1-2 стопа диафрагму. Скажем, если у вас объектив со светосилой F2, то нужно прикрыться хотя бы до F2.8, а лучше до F4 для оптимальных результатов по резкости. А еще я заметил, что у большинства полтинников и 80 пяток минимальная дистанция фокусировки, прямо скажем, не очень. А вот ширики зачастую обладают неплохой минимальной дистанцией фокусировки. Скажем, Sony 35mm f1.8 на полный кадр или Tamron 17-28-2.8. Кстати, у многих Tamron отличная минимальная дистанция фокусировки. Вспомним хотя бы тот же 70-180-2.8 или 28-200 мм. Опять же, работая с диафрагмой, а точнее прикрывая ее, мы можем бороться и с хроматическими аберрациями, цветными ореолами вокруг контрастных объектов, которые, как правило, имеют зеленоватый и слегка пурпурный или маджентовый оттенок, и особенно сильно проявляются в зоне расфокуса. На открытой диафрагме они проявляются особенно сильно, и обычно чем дешевле объектив, тем хуже обстоят дела с хроматикой. И если на фото избавиться от хроматических аберраций относительно несложно, то вот на видео это уже почти нереально. Так что внимательно смотрим тесты толковых обзорщиков. Особенно хорошо проверять на ветках на фоне неба и на черном тексте на белом листе под углом на так называемые Longitudinal Chromatic Aberrations или LOCO. По-русски их можно назвать продольные хроматические аберрации. Обычно прикрыть диафрагму на 1.2 стопа неплохо помогает, но на особо дешевых объективах бывает так, что хроматика вовсе не пропадает. Автофокус. У всех родных объективов Sony, которые вышли в последние лет 5-7, и с тушкой типа Asimus 3 и новее проблем с автофокусом вы не испытаете. Никаких. Что касается свежих Sigma и Tamron, то они в большинстве случаев будут иметь практически такие же показатели по качеству автофокуса. Проблемы могут возникнуть с брендами подешевле. Например, Yangnuo или в особенности Meike. Вот там автофокус работает то нормально, то теряет объект фокусировки, то рыскает. Короче, ненадежный и непредсказуемый. Особенно при работе в контровом свете. Так что, как и всегда, скупой платит дважды, а в остальном по автофокусу большая часть объективов будет отрабатывать адекватно своему ценнику. Хочешь идеальный автофокус? Бери родные стекла. Или хочешь чуть дешевле? Бери последние Tamron и Sigma, которые вышли за последние года 3 и новее. Говоря о фокусировке, есть еще и ручная фокусировка, и так называемый фокус по проводам. Все мануальные объективы обладают линейным ходом кольца фокусировки. Это удобно, так как срабатывает мышечная память, и вы можете фокусироваться в нужных местах, просто запомнив движение и повторив его, либо наклеив метки. А вот у подавляющего большинства автофокусных объективов ручная фокусировка работает через Focus by Wire, или фокус по проводам. То есть, при вращении кольца фокусировки, вы просто говорите автофокусному мотору, куда и как двигать линзы. Но, как правило, чем быстрее вы вращаете кольцо фокусировки, тем быстрее будет меняться фокус. А это порой просто сводит с ума. Особенно на отдельных экземплярах, таких как Yangno 50 мм 1.8. Там просто физически нереально аккуратно работает с ручной фокусировкой. А это важно во многих условиях съемок. Ну, по крайней мере, для меня лично. Зато, скажем, на Sony 35 1.8 полнокадровой, или 24-70 2.8 G Master Mark II, кольцо фокусировки, можно сказать, линейное. И с ним очень удобно и просто работать. Так что стоит обращать на этот факт внимание перед покупкой, если вы планируете хотя бы иногда пользоваться ручной фокусировкой. Также, друзья, если вы собираете комплект из двух-трех объективов, то стоит помнить про диаметр резьбы для фильтров, которые подойдут к этим объективам, чтобы купить комплект фильтров одного размера, скажем, полярик, мист-фильтр и ND-фильтр, и просто менять их от объектива к объективу. Так и подешевле и поудобнее. Скажем, у большинства современных объективов Tamron и у многих объективов Sony резьба под фильтр 67 мм. Либо можно взять самый большой диаметр, 82 мм, и через дешевое переходное кольцо использовать их, чтобы при покупке, скажем, Tamron 35 150 f2.2.8 или любого другого объектива с 82 мм резьбой у вас уже были необходимые фильтры. А вот элементы управления на корпусе объектива оказались скорее приятным дополнением, чем важной фичей. Я почти всегда выставляю диафрагму через камеру, даже если есть кольцо диафрагмы на объективе, разве что видеографам может понравиться функция плавного изменения яркости картинки с помощью диафрагмы, если она не имеет кликов. Через камеру я также пользуюсь и переключением автофокус в ручной фокус, а вот настраиваемая кнопка бывает пригождается, но я ей пользуюсь крайне редко. Так что не стоит думать, что дополнительные элементы управления на корпусе объектива могут стать определяющим фактором при покупке. А вот резинка-уплотнитель возле байонета и всепогодная защита – это хорошее дополнение. Опять же, чем дороже объектив, тем выше вероятность наличия защиты от пыли и брызг, но из любого правила бывают и исключения. Вернемся к оптическим характеристикам. Дыхание фокуса – как бы зуммирование картинки при перефокусировке. Фотографы могут выдохнуть, их это не касается, а вот у видеографов могут возникнуть неприятные проблемы, особенно на статичных планах при переводе фокуса от объекта к объекту. Или в формате интервью или говорящая голова картинка будет как бы постоянно менять свое фокусное расстояние. В современных камерах Sony есть режим компенсации дыхания фокуса. Во-первых, эта фича есть недалеко во всех камерах и, скажем, во флагманской когда-то. Sony Asimus 3 ее нет. Во-вторых, не все объективы поддерживаются. В основном родные от Sony. Так что вся мануальная оптика сразу идет лесом. Ну и в-третьих, картинка получает дополнительный кроп, что не всегда идеально. Так что я бы рекомендовал сразу подбирать объектив с минимальным дыханием фокуса для видеосъемки. Мой фаворит в этом вопросе, моя любимица Sony FE 35mm 1.8, которая в сравнении с 35mm 1.4 G Master, ну просто не имеет этого недуга. А у более дорогого G Master дыхание фокуса, ну просто чудовищное. Баке. Это зона расфокуса. Чем больше скругленных лепестков у диафрагмы объектива, тем, как правило, мягче будет баке. И тем круглее будут сферы от ярких источников света в расфокусе. А еще, чем больше лепестков, тем более округлыми эти кружки будут, когда вы прикрываете диафрагму. Например, 7 лепестковая диафрагма будет давать видимые углы, когда вы начнете прикрываться. А вот уже 9 лепестковая диафрагма даст гораздо более округлую форму бакешек. Также есть такие характеристики баке, как внутренняя текстура. У некоторых объективов есть явная текстура в виде слоев, как в луковице. Это не очень хорошо. Также и хроматические аберрации могут проявляться в этих кружках баке по контуру, что тоже будет отвлекать внимание. Еще зачастую к краям кадра кружки баке могут терять округлую форму и превращаться в форму кошачьего глаза. Тоже на любителя. Некоторые объективы, даже с небольшим количеством лепестков диафрагмы, могут давать очень интересные баке, как, например, этот полнокадровый Seven Artisan с 35 мм 1.4. А другие будут давать более кремообразное, мягкое и классическое баке, как у Sony 50 мм 1.2 G Master. Баке вещь субъективная по большей части, вам либо нравится, либо нет. Скажем, я фанател от баке CIS LOXIA 35 мм F2, но кому-то это баке может показаться беспокойным и неидеальным. То же касается и знаменитого Helios 44.2. На вкус и цвет все бакешечки разные. Засветы тоже многие используют как творческий инструмент, но есть ряд объективных показателей. Например, сильное падение контраста, когда вы снимаете в контровом свете, или когда источник света бьет в объектив под определенным углом. Такое падение контраста чаще всего встречается у более бюджетных объективов. Также периодически встречаются очень яркие и насыщенные ореолы, и даже засветы в форме целого круга, как на Brighton Star 50 мм F0.95. Кстати, если прикрыть диафрагму немного, то некоторые подобные артефакты частично уйдут. Недаром в комплекте с почти всеми объективами вы можете найти бленду. Она не только является дополнительной защитой от ударов передней линзы, но и защищает от засветов до определенной степени. Хотя я, если честно, блендами практически не пользуюсь, и часто использую засветы как творческий инструмент. Также при съемке звездного неба есть еще такой неприятный эффект, как Comma Smirin. Это своего рода хвосты или засветы на ярких источниках света на темном фоне. Этот эффект также уменьшается при закрытии диафрагмы, но тогда мы уменьшаем и количество света, которое попадает на матрицу. Опять же, у более дорогих объективов типа Sony 24 мм 1.4 G Master этот эффект сведен к минимуму. Вот, например, кадры звездного неба, которые я снял в пустыне Сахара в Марокко. На этот объектив. А вот у бюджетной оптики Comma Smirin встречается сплошь и рядом. Также при закрытии диафрагмы мы можем наблюдать эффект солнечных звезд от ярких источников света. По-английски это будет называться Sun Stars. Этот эффект чаще всего проявляется наиболее явно на диафрагмах от f8 до f22. И многим он нравится, но кроме как творческой характеристики, по сути он больше ничего не дает. Еще я заметил, что цена и физический размер зачастую растет непропорционально улучшению качества. Посмотрите хотя бы мой обзор на бегемот Sigma 35 1.2 и его сравнение с Sony 35 мм 1.8 на полный кадр. Мы получаем плюс один стоп светосилы и чуть лучше резкость. Зато в размерах, весе и стоимости разница просто чудовищная. Поэтому я считаю, что нужно всегда находить золотую середину, лучше всего брать объектив хотя бы на одну рабочую смену в рентале и тестировать лично. Ну а если вы хотите, чтобы я сделал подборку лучших объективов для Sony E-Mount в разных ценовых категориях и для разных задач, то ставьте лайк, жмите колокольчик. Вдогонку прикрепляю вам плейлист с обзорами объективов, думаю вы найдете в нем пару интересных именно вам обзоров. Увидимся в следующем ролике, друзья. Пока. Берегите себя.